Продолжение следует... И непонятно, то ли Бог сам отделяет эти сознания от себя, то ли эти сознания, как некие индивидуальности, отделяются от Бога. Здесь можно представить, что есть некое целое, и от целого отделяются какие-то кусочки. И вот эти кусочки претендуют на то, что они самостоятельные, они находятся вне целого. Но вне целого они находиться не могут. Если у Бог есть сознание, и все находится в Боге, то и все счастья находятся в Боге, в том числе и отделенные. Но тем не менее, они на это претендуют, они как бы себя отсекли от целого. Знаешь, что такое голограмма? Да это что голограмма? Ну понятно, что такое. Голограмма это покажет. Ты кусочек голограммы отделяешь, там такая же голограмма. А это на рамках, на точной маленькой пепе только делится. Ничего себе? Тогда с голограммой пример действительно так, как ты говоришь, тогда с голограммой пример действительно подходит. Просто идет о том, что вот эти отделенные кусочки, они сами имеют в каком-то отношении всю полноту этого целого. Конечно, понятное дело, что они представляют собой нечто ограниченное, они нечто конечное, но тем не менее, они в себе предчувствуют вот эту всю полноту. Получается странная ситуация, что целое, я имею в виду сейчас целое Бога как сознание, отделяет от себя кусочки, то ли оно отделяет, то ли кусочки сами отделяются, да? То есть отделяет от себя счастье, которое сами становятся такими же маленькими целыми. И вот с этими целыми маленькими, которые сами внутри Бога, оно опять же соотносится. Причем соотношение здесь какое? Не так, как соотносится, допустим, не знаю, там, целый кусок, допустим, там, меди, да, с отдельными кусочками меди. А так соотносится, что это целое позволяет вот этим отдельным частям своим быть самостоятельными. Позволяет именно что? Иначе говоря, если говорить богословским языком, то Бог позволяет людям, то есть вот этим отделенным сознанием, быть свободными. Так, получается, что мы как бы в Боге, и по идее, поскольку мы в Боге, мы зависимы от Бога, да? Получается, что мы в Боге, а Бог нам дает свободу. Не, получается, что насадились, я тогда думал это тем способом, что... Потому что мы маленький Бог. Не, получается, что вот эта вот история про то, что Бог-Сын воплотился во Христа, и Его распяли в этом мире, на самом деле, это история любого из нас. Это не история отдельного существа, да, который воплотился в мир, а это некая парадигма того, как мы, в принципе, сами все отделились от Бога, и в этом мире распялись в теле нашего. Каждый из нас является частицей Бога. Почему все распялись? Ну, потому что они воплотились в теле. Они распялись, потому что они отделили себя от Бога, от целого отделили. Мы... Что такое смерть в каком-то отношении? Это же не исчезновение, ничто никуда не исчезает. Это как бы удаление от чего-то, да, от какого-то центра, который называется жизнью. Смерть — это как бы удаление от жизни. Не такое удаление, что удаляешься, удаляешься и удаляешься, да, а оно всегда удалились. Как-то вот в каком-то отношении, что вот есть жизнь, это какой-то центр, а смерть, она как бы вот удалена. Так вот жизнь что такое? Это Бог, ну, для богословия. И удалиться от Бога, то есть Бог есть сознание, и отделиться от Него, и удалиться, это и есть смерть. И чем больше удаляешься, тем больше умираешь. Или можно говорить про бытие, лучше так говорить, что Бог есть бытие. Да, вот это огромное сознание одно, оно бытие. И ты удаляешься от Него, отделяя себя от Него, удаляешься в небытие. Чем дальше, тем больше в небытие. Вот какая логика. И в каком-то отношении, получается, можно рассматривать наше вот это падение в материю, да, вот лучше говорить не падение в материю, как если бы мы падали откуда-то из нематериального мира, а лучше говорить вот наше отделение от Бога, то есть когда наше сознание становится индивидуальным, частным, локальным сознанием. Это есть отпадение от Бога, это отпадение от жизни, отпадение от бытия и так далее. И поэтому вопрос состоит в том, чтобы к нему вернуться. То есть мы сначала отпадаем от целого, становимся маленькими целыми, а потом уже как целые возвращаемся обратно. И вот этот возврат уже есть возврат к Богу. То есть на самом деле мы как бы связь изначально никогда и не теряем. Мы просто удаляемся, просто эта связь для нас становится все тоньше и тоньше, но она никогда не исчезает, поскольку нет такого места, чтобы можно было быть вне Бога. Вне Бога быть невозможно. Но можно уйти на периферию. Вот как в нашем сознании есть некоторая сфера интенсивности, но у нас есть некоторое внимание. Вот у нас есть сфера интенсивного сознания. А есть некая сфера периферии, да, где сознание меньше. И мы эту сферу интенсивности, я называю сферу интенсивности вниманием или фокусным сознанием, мы это фокусное сознание передвигаем, можем по нашей сфере, в которой мы существуем, в сфере сознания передвигаться так. Если мы сознание понимаем пространство, то понятие передвижения – это некое движение внутри этого пространства. Но это пространство, оно конфигурационное, в том смысле, что как бы где-то там в этом пространстве находится мышление, где-то находится восприятие, где-то находятся другие способности, где-то находятся память и прочее. Но нельзя, конечно, это воспринимать, что так оно и есть, на самом деле, да, это пространство же, в некотором отношении только метафора пространства. Как-то все эти структуры как-то с другим связаны, как-то переплетены в какую-то сеть, можно сказать, что нейросети, это уже, можно пытаться как-то субстрат этому подобрать, но это несущественно. Важно, что они существуют в неком едином вот в этом поле, которое представляется бы все-таки как в каком-то отношении пространственное поле. И вот в этом пространственном поле вот есть некая точка, да, вот некая сфера маленькая внутри, фокусное сознание, которое находится в самой максимальной интенсивности, именно оно передвигается, именно этой точке и есть точка нашего, вот, внимания нашего интенсивного сознания. И вот Бога, точно у Бога видимо, если мы повсегда говорим о том, что порядок земной, порядок небесный подобный, то и мы должны пытаться и Бога также понять, да, у Бога есть, условно, некая периферия, да, и некая вот интенсивность. И вот мы отпадаем от интенсивной сферы, да, от вот этой сферы интенсивной жизни Бога, да, и переходим как бы вот в некую периферию Бога. То есть мы никуда не уходим от Бога, мы и не можем этого сделать, потому что во вне Бога ничего нет, Бог и есть, сфера сознания есть все, вне сознания ничего нет. Но в неком отношении вот мы еще вот дальше-дальше отпадаем, отпадаем и куда-то проваливаемся в какую-то вот сферу, там, где уже там степень как бы интенсивности сознания меньше всего, я имею в виду сознания самого Бога. И где больше интенсивность наша. Тут еще такая зависимость интересная, что, возможно, вот это вот отпадение от Бога, оно, ну, обязательная вещь. Почему? Потому что мы тогда только можем сами стать чем-то целыми, сами нарастить свою интенсивность, когда мы ушли от интенсивности, вот этой внутренней, да, от фокусового сознания Бога. Я вот предлагаю просто ввести такие термины, чтобы как-то каждый раз не сваливаться в некоторую, ну, как бы требуются всегда термины для того, чтобы как бы фиксировать некоторые моменты. Вот то сознание Бога мы будем называть абсолютным сознанием, да, потому что понятие абсолют как раз, оно относится к Богу. Где вот есть абсолютное сознание, а есть наше сознание, конечное сознание. И вот мы своим конечным сознанием отваливаемся от этого абсолютного сознания в некую, сваливаемся в некую периферию его, для того, чтобы свою интенсивность увеличить. И в некотором отношении это и есть миф о грехопадении человека. То есть человек отпадает от интенсивного состояния Божества, от его фокусного сознания для того, чтобы нарастить свое сознание. То есть для того, чтобы самому стать свободным, для того, чтобы самому сделаться интенсивным. И обратный процесс, когда человек возвращается к Богу, это есть процесс уже в неком возмужалого человека самостоятельного, который понимает на самом деле, что он никуда от Бога не ушел, он только оказался в периферии, и что все в Боге, и он сам в Боге. И вот это вот возникает, если бы можно выразиться было на языке. Он возвращается в новом качестве. Да, в новом качестве. Сначала добивается вот этой самостоятельности, определяется, что он некий отделенный, что он как бы вот самостоятельный, и он уже в новом качестве возвращается, и в некоторых отношениях всегда… Так слушай, действительно, если его не отделить от Бога, он же не сможет двигаться. Да, не сможет. Но точно так же… Он твой, как Адам. Точно. Правильно. Адам же… Правильно. Адам же, он ничего ведь не знал. Слушай, ты прав. Бог знал, что он падет, и Адам должен был падать, чтобы отделиться. Это необходимо было. Вот видишь, получается, как бы вот эта конструкция опять же, сознания опять же работает. Здесь еще очень важно было бы… Вот я в прошлый раз не проговорил. Я подумал, что здесь важно, что еще? Мы должны каждый раз оправдывать некие построения, которые сделало предшествующее богословие. Почему? Потому что все эти построения, они точно так же основаны, с одной стороны, на откровениях, а с другой стороны, на тех специфических возможностях, которые были у тех людей, предыдущих, предшествующих поколений. Ведь каждое предшествующее поколение опирается на некий свой опыт. И исходя из этого опыта, он может принять откровение. Мы говорили, что откровение ограничено возможностями человека. Каждый раз, получается, в каком-то смысле, Бог ограничен. Бог не может в полноте своей явить себя. Почему? Потому что человек не может принять Бога во всей полноте. Человек может принять только тем способом, каким он способен это сделать. А каждый раз способен он определенным образом. И поэтому есть все-таки эволюция и динамика в том, что называется откровение. Это не нечто застывшее один раз навсегда данное. Всегда будет некая эволюция этого. Всегда будет некая динамика. И мы, собственно, говорим сейчас о том, что то, что мы пытаемся сделать, это может быть, если удастся, продвинуться дальше в этой эволюции. Создать эту новую конструкцию, которую можно было принять чуть-чуть больше откровения Бога. Потому что откровение Бога постоянно присутствует. Это не так, что оно как-то спорадически иногда высвечивается. Оно просто непрерывно. Оно как поток света на нас постоянно не спадает. И то, что мы в сознании находимся, это и означает, что мы постоянно в Боге. То есть Бог, на самом деле, вообще рядом с нами постоянно. Мы вообще части Бога. Мы, как части сознания деленные, есть сознание Бога. И Бог через нас сознает. И мы сознаем сознание Бога. То есть мы, отделяясь, делаемся самостоятельными. В каком-то отношении мы получаем, скажем так, некий удел в рамках огромного хозяйства Бога. Получаем этот удел. И можем, конечно, этим уделом как-то распоряжаться. Но все равно в этом уделе всегда будет присутствовать основа. Основа-то божеская. Если Бог есть сознание, все в Боге находятся. Мы ничего не можем сделать. Нам дана земля. Нам дана власть над тем, что мы что-то можем управлять. Мы можем направить, допустим, наши способности в определенном направлении. А можем в другом направлении направить. Мы можем выбрать одно, можем выбрать другое. То есть присутствует некая такая свобода. Но в неконтрашении мы все равно изначально в Боге. И мы все равно изначально всегда возвращаемся к Нему, хотим мы этого или нет. Мы как бы в неком движемся постоянно в этом неком процессе взаимообщения. Оно всегда происходит. Так вот, я хотел просто сказать, что поскольку откровение таково, то если мы сможем сейчас в наших конструкциях истолковать предшествующее богословие, то это будет просто означать, что мы действительно добились некого расширения поля возможности человеческой. Расширения поля возможности для нового откровения. Нового в том смысле, что оно каждый раз осуществляется. Только мы либо можем его принять. То есть хватает ли нам на самом деле тех терминов, неких конструкций для того, чтобы его зафиксировать? Или не хватает? Ведь люди многие же на самом деле чувствуют что-то, они что-то понимают, а высказать не могут. Потому что не хватает вот этих вот теоретических конструкций, чтобы вот это интуитивное зафиксировать. Да. Чтобы его выразить. Вот то, что мы различили в сознании и мышлении, это попытка именно выразить нечто более относящееся к Богу. Потому что мышление, попытка понять Бога через мышление, оно наталкивается, как мы в прошлый раз говорили, и сегодня будем, я надеюсь, говорить, на некоторого рода трудности. И эти трудности, они как раз Бога показывают с неправильной стороны. То есть, до определенной степени они высказывают о Боге нечто существенное, а потом начинаются вот эти проблемы. Как я говорил, проблема связана с, зачем Бог мир творит, зачем сотворив отдельно от себя мир, как бы, да, потом он в него входит, и прочее, и прочее. Вот все вот эти проблемы, они решаются не тем способом, что надо здесь найти какие-то оправдания Богу, да, что Бог там есть актуальность всех своих возможностей. И тем самым, как бы, Он не мог не сотворить мир, поскольку была такая возможность, и прочее, и прочее. Или можно было бы сказать так, что Бог есть любовь, да, и из любви, как бы, Бог должен был что-то сотворить, и Он творит мир, и прочее, да. А можно же изначально проблему вообще решить тем, что все всегда было в Боге, и Бог не творит мир в том смысле, что, как бы, Он создает нечто от себя отличное. Да, потому что если Он создает от себя отличное, как мы уже говорили, то Он создает нечто несовершенное. Потому что не может Он создать второго Бога. Он создает всегда нечто несовершенное. А что значит несовершенно? Потому что главным мерилом для совершенства является сам он, Бог. И он, создавая нечто несовершенное, тем самым обрекает этот мир на зло. Просто обрекает. Раз он мир несовершенный, Бог в добре. Бог создает нечто иное, если мы рассуждаем в терминах Богомышления. И это иное в силу того, что оно не такое же совершенное, как Бог, оказывается просто по необходимости во зле, поскольку оно другое, чем Бог. Как другое, чем абсолютное благо, чем благо, оно становится чем-то, что ближе к злу. Менее благим. Менее благим. Это менее благим, а тем самым как бы в нем уже есть момент зла изначально, в силу того, что оно не Бог. И в силу того, что абсолютное благо, так и остается в благости. И понятное дело, что когда это дело доходит до человека, просто это разные уровни зла, то сама возможность человека... Мне не нравится. То есть, ну ладно, говори. Сама возможность человека. Ну, с человеком немножко это более сложно, потому что Бог допускает свободу человека. Я думаю, что как раз да, вот здесь все коренится. Бог создает мир абсолютно совершенный, потому что сам Бог абсолютно совершенный. Но, когда он дает нам свободу, когда он нас отделяет от себя, слышишь? А отделение-то, оно невозможно без свободы. Чтобы действительно отделить, нам же свободу дать. Значит, какое это отделение? Валя, послушай, я же... Вот, когда мы получаем эту свободу, и вот наше ограниченное сознание, уже отделенное, оно, конечно, не такое совершенное, как сознание Бога, потому что это все-таки часть, а не целое. И вот эта часть менее совершенная, вот это и есть причина зла. Ты все говоришь правильно, только я хотел показать, на самом деле, какие проблемы существуют у понимания Бога, как мышления. А ты сейчас говоришь о Боге, как сознании. В Боге, как сознании, этих проблем нет. Потому что Бог, как сознание, он мир не творит, как отделенный от себя. Мир находится в Боге, и поэтому он точно такой же совершенный, как и Бог. Он в Боге находится. Мир не является чем-то иным. Да, Бог сказал и стал. Не, ну, правил, я еще раз. Он попал. Осознал и оно... Да, лучше говорить осознал, да. Суть вопроса в чем состоит? Поскольку Бог, поскольку мир в Боге, то мир не является иным от Бога, отделенным. Во-первых, Богу не надо тогда создавать мир несовершенный, потому что мир в Боге. А во-вторых, ему не надо в него входить, потому что он всегда в нем. Сразу две проблемы решаются. Откуда возникли эти проблемы? Еще раз, еще раз, это очень важная вот вещь. Для того, чтобы это вообще постоянно нам будем его не проговаривать. То есть, основное и суть богословия. Да, отличие богословия сознания от богословия мышления. Богословие мышления утверждает, что Бог отделен от мира. Сначала есть Бог. Потом он из ничего творит мир. Да, мы сейчас обсуждаем христианское богословие. Поэтому, как бы, вот, некий... Изначально есть некий посыл, да, некое представление о том, как Бог относится к миру. Мы говорили, что если Бог будет рядоположен с миром, то Бог бы не будет абсолютным. Потому что он будет соотноситься с ни с чем-то несовершенным, а именно миром, как бы, и будет точно так же несовершенным относительным образом. Мы поэтому говорим, что необходимо было предположить, что Бог существует, как бы, до мира. И тогда мир, если нечто, как это возникает из Бога, он нечто есть тварное. Но то, что является тварным, оно не может быть таким же равным Богу. Почему? Потому что он был бы тогда вторым Богом. И Бог был бы не один, а было бы два Бога. Поэтому Бог мог создать только меньше самого себя. Мир, конечно, в каком-то отношении максимально возможно совершенный, но все равно не такой же совершенный, как Бог. И в этом отношении, поскольку он имеет этот изъян, он не дошел, не вырос до того совершенства, каким является Бог. До абсолютности не вырос. Он находится возле. И поэтому, откуда вообще возникает проблема вхождения Бога в мир? Вообще, зачем Богу входить в мир? Это очень важно обсудить. Для этого надо немного, опять же, сделать несколько шагов назад. Дело в том, что в древнем понимании Бог и мир были действительно родоположны. Вот, например, давайте возьмем для примера философию Аристотеля. Она простая в этом отношении, в том, что касается перводвигателя или Бога. Получается так, что в мире, помимо материальных сущностей, помимо небесных всякого рода сущностей, солнца, земли, планеты и прочего всего, где-то на периферии этого мира существует также место, где находится Бог. То есть, в каком-то отношении Бог родоположен миру. То есть, Бог соприсутствует с миром. В Аристотеле так. И что делает Бог? Бог этот мир, естественно, не творит. Бог всегда был, мир всегда был. Чувственный мир вот этих конечных сущностей, он там взаимно превращается. Есть вечные сущности в виде отдельных планет, солнца и земли. Там есть вечные, есть вечные звезды. Вот это некие вечные сущности. И есть Бог, который что делает? Он ведь в этот мир никак не вмешивается. Он просто покоится в неком состоянии и только что делает. Он даже мир не мыслит. Он просто мыслит самого себя. И весь мир, весь мир остальной, он, Бог и Бог так и остаются благом. Бог всегда благ. И весь мир остальной устремляется к этому благу. Причем, есть тогда же такое понимание, что устремляется бессознательно. Весь мир. В том числе и камни, и животные, и люди. Все. Все. Природное устремляется к этому Богу. А Бог является причиной этого мира только в смысле того, что Он является целью всех этих устремлений. Он сам ничего не делает. Он сам покоится. Замкнулся внутри себя в свое мышление. И все. И как бы, почему Он замкнулся в свое мышление? Очень важно здесь понять. Потому что если бы Бог обратился бы к миру, он и так ущербен в том смысле, что он рядоположен миру. А если бы он еще был занят этим миром, он бы еще бы усугубил свою ущербность. Вот точно такое же ведь представление о Боге, который замкнулся на самого себя и покоится в неком блаженном состоянии, было у пикурейцев. У пикурейские боги точно так же не вмешивались ни в дела мира, ни в дела людей. Они точно так же где-то в каких-то междумериях существовали и точно так же в этом блаженстве каком-то своем покоились. Почему? Потому что Бог, как рядоположенный миру, он на самом деле, ему ничего не остается в этом мире делать, кроме как находиться где-то в каком-то особом состоянии и замыкаться от него. То есть главная задача Бога, если так можно выразиться, отделиться от мира и замкнуться от него. Потому что мир это сам по себе тоже некая сущность вечная, но она как-то сама по себе существует, а Бог сам по себе. Слушай, если Бог не отделится от мира, Он тогда не будет личностью для этого мира. Это понятно. Тут просто это сразу же возникает, эта параллель, да, что почему Бог отделяется от мира. Но прежде всего очень важно, пока мы эту тему запомним, может быть обсудим позже, нам сначала надо путь весь пройти. Самое важное, что Бог, который рядоположен миру, Он всегда от мира отделяется и от мира пытается быть независимым. Пытается вот заградиться от мира. И весь мир, конечно, к Богу и к этому устремляется, поскольку Бог является благом и все стремится к благу. Но тем не менее, Бог все равно от него загражден. Причем не возникает вопроса, почему Бог не обратится вдруг к миру. Такого вопроса не возникает, потому что мир отдельно, Бог отдельно. Они обе сущности, одновременно присутствующие, да, всегда. И мир вечен, и Бог вечен. Это соприсутствующие сущности. И они друг к другу как бы противоположны в некотором отношении, да, и как бы по сущности разные. Теперь возьмем другую ситуацию, когда Бог один, и Он потом из ничего творит мир. В чем тут разница существенная? Разница существенная состоит в том, что Бог является причиной мира не только в смысле цели, но Он является причиной мира в том смысле, что Он его творит. Что мир является божественным созданием. То есть, иначе говоря, Бог берет ответственность за мир. В той ситуации Бог и мир были отдельны друг от друга. Они ответственность за друг друга не брали. Ну, мир, понятно, не мог взять ни за кого ответственность. Бог не брал за ответственность за мир, потому что, ну, всегда был мир. Почему он должен за нее ответственность брать? И почему он вообще должен с ним связываться? Потому что если он с ним связывается, он и так ограничен миром, потому что он существует наряду с миром. А если бы он еще входил в несовершенную, он еще больше был бы несовершенным. Почему, по Аристотелю, Бог постоянно мыслит самого себя? Потому что он должен, чтобы быть совершенным, он должен мыслить только совершенное. Если он будет мыслить несовершенное, конечно, конечная наша сущность, он перестанет быть совершенным. Потому что то, что мы промысливаем, то, с чем мы соотносимся, то он нас и определяет. Если Бог бы соотносился с несовершенным миром, он сам бы перестал быть совершенным. Он должен соотноситься с совершенным, чтобы оставаться совершенным. И он соотносится с самим собой, он мыслит самого себя, у Аристотеля, чтобы оставаться совершенным существом, чтобы оставаться Богом. И поэтому Бог замыкается на себя, он остается в своем совершенстве, он отделяется от мира, а мир остается в своем несовершенстве. И весь несовершенный мир стремится к Богу. Вот такая конструкция Аристотель. Конструкция христианская. Бог опять же совершенный. Но у совершенный Бог зачем-то творить несовершенный мир. Но! Он сотворил этот несовершенный мир. Нет, он совершенный мир творил. Нет, он совершенный... Почему он-то его творит несовершенным? Еще раз, много раз уже я повторяю. Потому что Бог не мог создать второго Бога. Только если бы он создал второго Бога, то мир был такой же совершенный, как Бог. Но Бог не может второго Бога создать. Он может создать только нечто менее совершенное, чем он сам. Но создавая менее совершенное, чем он сам, в абсолютном смысле мир становится несовершенным. Потому что есть Бог совершенный. То есть ты говоришь, это маленькая голограмма. Подожди, послушай. Это про голограмму я понимаю. Просто я тебе сначала логику. Во-первых, мы сейчас обсуждаем логику Бога как мышления. Я потом просто хочу показать, что эти все проблемы снимаются представлением о том, что Бог есть Бог как сознание. Как Бог сознание. Ну, логика. Сначала мы пытаемся говорить о Боге как о мышлении. Потом сказать, что чтобы эти ошибки исправить, надо перейти на другое представление. О Боге как сознание. И в Боге как сознание мир находится в Боге. И поэтому он совершенный. Такой же совершенный, как Бог. Потому что он в Боге. А в мышлении он? А в мышлении он иной. Бог творит мир как нечто иное. Не в себе он его творит. Он его творит как нечто иное. Мир тварный. Мира не было. Он его сотворил как нечто тварное. А иное от себя. Это иное, отделенное от Бога. Не может быть вторым Богом. Но является чем-то несовершенным. А почему у тебя так в мышлении получается? Потому что мышление отделяет от себя то, что оно мыслит. Сознание всегда остается внутри себя. Сознание ничего от себя не отделяет. Вне сознания ничего нет. А вне мышлении много что есть. И Бог на самом деле как мышление всегда понимается как производящий Бог. Бог творит мир из ничего. И он создает не самого себя. Он себя ведь не творит. Он творит иное самого себя. А, ты имеешь в виду, что мышление ограничено... Представление! Послушай, божественное мышление, оно ограничено по отношению к самому Богу, да? Нет, я хочу сказать, что представление о Боге как мышлении является ошибочным. Я просто хочу показать ошибки. Но только ты правильно скажи, что тогда получается-то как? Ну, может, ты говоришь, что тебе понятно, а так мне не очень понятно. Я попробую своим словом выразить. Как может быть Бог как мышление вообще? Как только одно чистое мышление? Ну, это вопрос отдельно, на самом деле. Если хочешь, можно его обсудить. Я вот это... Может, поэтому меня не складываешь. Хорошо, давай тогда я сначала расскажу. Вот, прозвать. Просто если будешь палки в колеса вставлять, я никогда не закончу, и мы никогда ничего не принем. Да потом я тебе про Бог, почему Бог мышление, и отдельно давай этот вопрос выясни. Просто запомни его. Смотри, Бог как мышление, да? Все-таки опять же вернемся. Если Бог является мышлением, то Он создает мир, отделенный от себя, и этот мир не является Богом, потому что было бы два Бога. А этот мир является менее совершенным, и поэтому он является чем-то несовершенным. То есть Бог создает нечто несовершенное. Но вопрос не в этом состоит. Это первая проблема, которую надо решить. А вторая проблема, она связана с тем, что поскольку Бог сам создает мир, то Он за Него берет на себя полностью ответственность. Это похоже на фразу, что мы ответственны за то, что мы приручили. Или можно было бы сказать, что мы ответственны за то, что мы создали. Мы что-то создаем, и вот за то, что мы создали, мы ответственны. И может быть так, мы ответственны за свои поступки. Бог совершил поступок, создал мир. Он за Него полностью ответственный. В аристотелевском представлении Бог был не ответственен за мир, потому что мир и Бог одновременно сосуществовали. Понимаешь, Бог не являлся началом мира в том смысле, что он его не произвел. Бог является только причиной мира в смысле того, что он является конечной целью всего мироздания. И там проблем-то и такой не было. А здесь проблем-то и возникло. Бог взял на себя полностью, поскольку он сотворил мир, полностью взял на себя ответственность за этот мир. Именно поэтому Бог входит в мир. Потому что раз Он создал нечто, Он не может теперь бросить на произвол судьбы, как глыбу какую-то. Создал мир и бросил как глыбу, она валяется. Он должен теперь войти в этот мир и двигаться до конца. То есть иначе говоря, Бог теперь получается обрек себя на эту постоянную возню с несовершенным миром. Там было как? Совершенный Бог. Общается только с совершенным, то есть с самим собой. Он мыслит самого себя, Он замкнут в своем совершенстве. Мир несовершенно отдельный. Мир стремится, конечно, к Богу. Но Бог сам в своем совершенстве вращается. И Бог остается совершенным, потому что Он общается с совершенным и соотносится только с совершенным. То есть там соотношение с совершенным состояло в том, что Бог соотносится с самим собой. А здесь Бог совершенный. Он создал мир. Но мир несовершенный. Почему? Я уже объяснял много раз. Да и Бог теперь соотносится с несовершенным и становится сам несовершенным. И он входит в мир, чтобы сделать его совершенным. Вот эта вся процедура логическая, что сначала мира нет, есть только совершенный Бог, потом появляется несовершенный мир, потом несовершенным миром Бог вынужден, поскольку Он взял полностью ответственность за этот мир, войти в Него и прочее. Вот эта вся логика, она на самом деле порочена изначально. Она возникает только потому, что представление о Боге возникает как представление о Боге мышления. Потому что если эту порочную логику, цепочку, которая непосредственно возникает в силу того, что мышление всегда уму заключает, от одного переходит к другому. То есть она делает один заход, потом из этого захода второй заход. То есть она движется от одного вывода к другому выводу. То есть она постоянно рассуждает, постоянно делит, какие-то этапы создает. В каком-то отношении, как бы во времени это деление происходит. Когда мы говорим о Боге сознании, никакого деления такого во времени нет. И вот представление о том, что Бог как бы творит нечто несовершенное, как бы вовне себя выбрасывает, за которое он должен взять ответственность, такого ничего нет. Потому что мир сразу находится в сознании, вне сознания ничего нет. Мир сразу совершен, в силу того, что он в сознании Бога. И он и есть как бы божественный, потому что внутри Бога находится. Внутри здесь надо понимать, хотя это и пространственное слово, но тем не менее в том смысле, что пространство Бога все-таки оно только подобно тому пространству, которое является пространством в виде нашего сознания. Оно только подобно. Надо просто вот эту аналогию ухватить. Мы еще раз говорю, мы пытаемся выстроить конструкцию человеческую, с помощью которой пытаться понять то, что можно было бы сказать о божественной конструкции. Мы пытаемся некое земное представление выстроить таким образом, чтобы с помощью него, как с помощью метафоры, можно было бы сказать о том, как выстроено божество. И то все это будет только примерно, насколько вообще метафора может выражать нечто иное по отношению к этой метафоре. Бог входит в мир, если мы опять же возвращаемся к Богу как мышление. Он входит в мир. Для чего? Дело в том, что мир как несовершенный, он сразу становится источником зла, потому что у Бога и есть благо. То, что отпадает от блага, сразу приобретает некое зло. Или можно было бы сказать в терминах «бытие». Бог есть в бытие. То, что отпадает от бытия, чем дальше он отпадает, что это некое представление о центре и периферии. Есть некий центр, это как бы бытие, а чем дальше от «бытия», тем больше как-бы не бытие. Это такая интенсивность, вот Бог в центре. Центральная интенсивность, как бы отпадение, это все дальше и дальше от «бытия». То, что мир создан несовершенным, это означает, что в нем есть изначальный изъян, что в нем есть изначальное нечто, что можно было бы назвать злом. Уже в само творение мира вброшено злом. То есть, сотворяя мир, ну, конечно, Бог, конечно, сотворяет мир максимально возможным, максимально совершенным, насколько можно было создать нечто совершенное, но не другого Бога. Но, тем не менее, он все равно не создает второго Бога. И поэтому Бог, на самом деле, создает мир с этим изъямом. И поэтому в самом мире уже присутствует зло. И поэтому Бог, получается, вот в этой конструкции, когда мы говорим о Боге мышлении, он уже ответственен за зло. И то, что потом в этом мире присутствует зло, это, на самом деле, всю ответственность за это берет Бог. Здесь возникает действительно некий особый разговор о человеке. Мы пока сейчас стоим на позиции Бога как мышления, чтобы потом перейти к Богу как сознанию. В чем проблема человека? Обычно богословие обсуждает вопрос так. Бог дал человеку свободу, и человек может совершать действия по своему свободному соизволению. Причем он дал свободу человеку так, что Бог в эту свободу не вмешивается. И получается, что в силу того, что человек имеет этот некий произвол, свою свободу направить в любую сторону, возникает зло. То есть зло возникает в мире как реализация произвольности человеческих поступков, как реализация человеческой свободы. То есть зло в мир попадает вместе с человеком, с его произволением. Но! Все это правильно на самом деле. Но! В чем тут состоит некий изъян такой логики? Изъян состоит в том, что Бог-то весь мир сотворил. Он сотворил это и человека в том числе. То есть если Он сотворил человека свободным и даровал ему такую возможность, как совершать поступки по своему изъявлению, это означает, что Он и отвечает за эти свободные поступки. То есть Бог отвечает за все зло, которое и человек творит. Почему? Потому что Он же позволил на самом деле. Он создал человека полностью. И Он создал такое существо, которое может совершать поступки по своему изъявлению. Это означает, что как творец, Он полностью берет за все зло, которое совершает человек. Полностью, как творец. Чтобы понять это, достаточно представить себе, что мы могли бы создать некого робота. Любого робота, какую бы машину мы не создали, мы всегда ответственны за то, что эта машина может произвести. Если мы вдруг создали бы машину, которая бы производила некие поступки по своему изъявлению, то мы бы ответственны были даже за эти поступки. Как бы мы могли бы обвинить машину? Конечно, машина тоже виновата была бы. Точно так же, как человек все-таки должен чувствовать свою вину. Но поскольку мы сотворены полностью, сотворены вместе с миром, с Богом, то Бог все-таки тоже несет свою вину за то, что Он позволил быть такому существу. А именно, существу, внутри себя имеющую свободу. Получается, что Бог ответственен за то, что Он создал этот несовершенный мир, то есть мир с изъяном, мир с некоторым злом, с некоторым небытием. И ответственен за то, что зло так же внедрено в мир вместе с человеком, который тоже так же создан свободу. И это представление о Боге является логическим выводом именно богословия мышления. То есть в богословии мышления неизбежно мы должны считать, что Бог ответственен за все зло, которое творится на земле. И от этого посвящены попытки выйти из этого круга посвящены все теодицеи, которые пытаются оправдать на самом деле Бога. Например, теодицея Лебница, или теодицея Соловьева, или еще каких-нибудь других. Я просто не знаю, кто там еще именно в таком же стиле бы писал. Но тем не менее, любая теодицея посвящена именно тому, что все чувствуют, что это так, что Бог, поскольку Он творит мир, Он ответственный за все зло, которое есть на земле. Тем не менее, оправдать это невозможно никак. Ссылка на то, что человеку даровано свобода, и то, что человек сам виноват за свои поступки. Но допустим так, допустим, мы нашим роботам, которых мы создали, которым дали свободу, допустим, мы вменили им в вину, что они свободны. А как тогда быть с миром? Ведь мир точно так же несовершенный. Ведь в мире уже присутствует зло. Не только на уровне человека, а уже на уровне того, что мир-то несовершенный, но он же тоже не Бог. То есть на самом деле, даже если умному удается все-таки вменить все зло, которое творят люди, людям, а как же вменить все зло, которое вообще в мире творится? Которое не связано со свободной волей человека. Вообще получается, что все представление, все богословие и мышление постоянно находится в этом тупике, и ему деваться из этого тупика никуда нельзя. Она постоянно завязана на том, что Бог творит злой мир, получается. И сам, получается, из этого творит зла. И, собственно, все попытки выйти из этого тупика, они пока, насколько я знаю, не имели успеха. А теперь предлагается вместо нее встать на позицию богословия сознания. В чем здесь возникает другая логика? Во-первых, мир находится в Боге изначально. И Богу не надо в него входить. Пытаться что-то исправить, пытаться как бы одухотворить его, пытаться что-то поддерживать этот мир в некорвновесии. Потому что вот этот несовершенный мир, который находится возле, у которого есть изъян, он постоянно разваливается. Его надо постоянно скреплять неким божественным участием. Его доводить до некого состояния. Причем он не может никогда его довести до второго Бога. И получается странность какая-то, что создан мир несовершенный. Вот как мы бы создали какой-нибудь механизм, который постоянно ломается. И вот постоянно его пытаются, мы пытаемся постоянно его чинить, а он постоянно ломается. Нам бы надо на самом деле, может, подумать, может, как-то по-другому механизм-то устроить надо. А мы, поэтому, возимся с этим механизмом, ничего не можем сделать. Так вот, если Бог является сознанием, то такого проблемы не возникает. Потому что мы находимся в Боге, и мир является полностью совершенным. Полностью. И мы являемся полностью совершенным. Все, совершенно, все в Боге находится. И зла нету. Вот тогда возникает, что зла действительно нету. Почему? Потому что есть только добро. Мы все в Боге, мы в сознании. Откуда возникает тогда зло? Только в относительном смысле. Что действительно есть некий центр и периферия. Но все равно это зло тоже нечто несущественное. Вот это вот все богословие, которое говорит о бытии, и о том, что на самом деле не бытия нет, оно как раз здесь применимо. То есть только там получалось, что есть некое зло. И можно было говорить даже об абсолютном зле. Почему? Потому что мир-то отделен от Бога. Есть Бог отдельный, мир отдельный. Мир сам по себе, в принципе, изначально, как несовершенный, он уже есть с густых зла. Он отделен от Бога. Здесь такого нет. Здесь есть вот эта некая непрерывность. Но сущности свободные, именно существа свободные, отделенные от Бога, они могут сколь угодно глубоко пасть. Согласен. Причем это падение нужно. Мы же говорили о том, мы потом будем говорить о том, что это некая промысел Божий, чтобы эти твари падали, то есть вот эти отдельные, отделенные сознания падали и возвращались. Это на самом деле есть некого рода логика специальная. Вот эта работа центра и периферии, она нужна всегда. Вот это вот как бы, в этом состоит своего рода промысел Божий, да, как это называется? Это называется, вот есть такое представление о мире, как о хозяйстве Бога. Это экономия Божия, это называется. Экономия. То есть это замысел Божий о мире таком. Замысел таком. Почему таков замысел, это отдельный разговор, его надо просто будет... Что такое падение? Ведь падение тоже происходит. То есть переход от центра к периферии, он тоже как бы происходит. Но, это падение, оно просто иносит иной характер. Падает ведь не мир. Тут понимаешь, в чем дело? Тут зла как бы нет с одной стороны, все бытие, все благо, все добро, но в то же время зло есть. Но это уже эти. Нет, зла нет, оно есть, конечно, оно как всегда остается небытием. Оно есть, как небытие, как удаление от блага, как удаление от бытия. Давайте пока вернемся к предыдущему богословию. Мы должны все-таки двигаться в некой полемике с богословием мышления. Потому что мне кажется, я уже говорил однажды, что методология вопроса состоит в том, что мы сравниваем две одновременно линии. Линия, связанная с Богом, как мышление, и линия, связанная с Богом, как сознание. И только так сравнивая их, мы видим вот эти различия, вот эти переломные пункты. Ведь иначе их не увидеть. Как их увидеть? Ну, если нет другого представления о Боге, кроме как о Боге мышления, если он творит мир из ничего, ну, все наши вопросы тогда связаны, а почему он творит мир, а почему он в мир входит, они просто становятся пустыми. Потому что нет другого возможности. А какая другая возможность? Нет другой возможности. Значит, наши представления, несмотря на ущербность, они должны быть таковыми. И ничего тут сделать нельзя. Не, ну что тоже, ты будешь считать злом? Я же еще раз говорю, зло это не бытие, как удаление, от блага. Вот есть фокусное сознание, есть некий центр. Когда ты движешься в сторону Бога, в сторону совершенства, ты делаешь добро. А когда ты движешься в обратную сторону, на периферию, то ты делаешь зло. Еще раз говорю, нет, 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 нет. Ничего ты не делаешь. Вот ты в своей повседневной жизни, вот берем какой-нибудь твой день анализируемый. Ты там какую-то часть времени двигался в сторону совершенства, какую-то часть времени деградировал. Ту часть времени, которое двигалось в совершенство, делал до того, когда ты деградировал. Нет, прямых, Валя, таких прямых, это сразу выводов сделать нельзя. Ну, это неадекватно сама пока ситуация. Мы еще не дошли до человека. Ну, хорошо. Мы просто говорим о неких сознаниях. Как человек, как это, что, как к нему до него дойти, как понять, как человек в этом отношении стоит. Это вообще сложный вопрос. Вот в этом разрезе я соглашусь. Пока мы обсуждаем... Нет, пока мы обсуждаем абстрактную конструкцию, где есть некое одно сознание, абсолютное. И внутри этого абсолютного сознания есть другие сознания, конечные. Понимаешь? Вот и все, вот все, что мы обсуждаем. Мы пытаемся эту конструкцию пока понять. Если мы сможем понять эту конструкцию, как она работает, может быть, сможем мы и до человека дойти. Понятное дело, что те конечные сознания, о которых мы обсуждаем, это люди. И мы хотим к этому прийти. Сначала надо понять, как вообще они соотносятся. Сначала надо понять, я говорю, исходную, вот некий конструктив. Понимаешь? Вот что мы потом видим. То считаешь, как с мышлением. Сначала мы понимаем конструктив. Бог создает мир, соотносится с миром и прочее. А потом мы доходим до человека. Я все равно вот дошел до человека, потому что богословие мышления, оно разработано, можно в любом методе прочитать. Ну да, у тебя получилось, что зло – это несущее. Да. И всегда, и если ты вспомнишь, любое богословие всегда говорит об этом. Тут возник вопрос, почему вообще в богословии Бог представляется как мышление. Наверное, надо сказать несколько слов. Но я об этом говорил, когда в другом семинаре, который называется, по-моему, «Феноменология абсолютного сознания». Речь в следующем. Дело в том, что всякий раз, если мы, например, конечную какую-нибудь вещь постигаем, то доступ к этой вещи отличается от того, как мы эту вещь понимаем или мыслям. Что я имею в виду? Мы в восприятии видим, допустим, стул, и мы удерживаем стул как нечто воспринимаемое. А доступ к этому стул, то есть доступ к этому стул через воспринимаемое, это одно, а способ, каким мы его мыслим, каким мы пытаемся его понять, это другое. То есть мы удерживаем восприятие стул и с помощью мышления пытаемся его изучить. Пытаемся его разложить на какие-то составляющие, пытаемся что-то с этим делать конструктивное. Об этом мы говорили. Да, это один разговор. Про всякого рода конечную сущность, которая есть в природе, всегда у нас доступ к этой сущности и исследование ее с помощью наших способностей прежде всего мышления, это разное. А в Боге, Бог, поскольку не представляет собой нечто чувственное, нечто чувственное воспринимаемое, то доступ к Богу и способ, каким мы удерживаем Бога, один и тот же. То есть доступ к Богу, допустим, через мышление, если мы считаем, ну, как бы, мы сейчас пока, я буду говорить пока про богословие мышления. То есть получалось как? Что доступ к Богу через мышление, то есть удержание Бога, да, как нечто сущее через мышление, и одновременно с помощью мышления мы пытаемся этого Бога понять. То есть мы не можем отличить сам Бог, ну, если бы можно было так выразить, как некий объект, да, который сам по себе, и способ, каким мы этот объект изучаем. У нас получается, что и объект, и способ, каким мы изучаем, это одна и та же сущница, а именно мышление. Именно отсюда получается, что всякий раз в таком богословии Бог оказывается понятие. Потому что само мышление, да, пытаясь удержать Бога, да, и пытаясь его осмысливать, превращаясь всякий раз его в понятие. Так уж устроено это. И для того, чтобы избежать такого парадокса, да, что доступ к сущности и способ, каким она постигается, да, каким она исследуется, чтобы это было не одним и тем же, а разным, необходим какой-то другой доступ к Богу. И вот именно поэтому предлагается мышление сознания. То есть получается, что Бог доступен нам как сознание, через сознание. И этот доступ отличается от того, каким образом мы его раскладываем, каким образом мы пытаемся его понять, а именно мышление. Опять, как вот с чувственными вещами, да, там у нас различалось восприятие как способ доступа и мышление как способ постижения, да, этого доступного. То есть мы удерживаем вот стул, он у нас восприятие, он остается каким-то сам по себе, да, потому что он дан восприятие, да, вот как некая сущая, да, как некая сущность, он постоянно сохраняет себя в этом восприятии, я к нему сохраняю отношение, я могу его изучать, могу отойти на какое-то время, перестать изучать, могу опять подойти и начать изучать, да. В каком-то отношении этот стул также и остается этим стулом, тем же самым. То есть доступ к нему и способ, каким я его постигаю, Мы всегда говорим об этом данном конкретном стуле, можем сказать, что он существует. Почему? Потому что доступ один, а способ постижения другой. Ну, стулословие стула, возможно, только как мышление. Послушай, но зато он доступен нам. Точно так же с Богом. Посмотрите, теперь вдумайтесь, что с Богом. Если Бог доступен только через мышление и осмысливает свое мышление, то мы никогда не можем доказать его бытие. Никогда. Потому что мышление как способ доступа и как способ посмысления, это одна и та же стихия. И в этой стихии мы ничего не можем получить. Мы не можем выйти, не можем удержать Бога как нечто самостоятельное, как само по себе данное. Как вот было в восприятии. В восприятии одна способность удерживает сущность, а другая способность ее постигает. А у нас получается одна и та же сущность и удерживает, и постигает. И получается, что Бог всегда становился понятием. Вообще в богословии, которое существовало в богословии мышления, Бог всегда сводился к понятию, всегда оставался понятием. И даже у Гегеля Бог свелся к понятию, к логике мира. То есть он как был понятием, так и остался понятием. Об этом мы говорили. Да. И поэтому для того, чтобы он не остался понятием, нужен вот этот независимый доступ к Богу. А независимым он может быть только в сознании. Никого другого нет. Потому что восприятие, оно, Бог не является чем-то чувственным. В восприятии нет такой сущности, как Бог. Нам негде тут искать его. Поэтому остается только сознание. И когда Бог удерживается в сознании, как я говорил, как некое место, если можно так выразиться, в сознании. Пока это условное слово про место в сознании. Как некая высь, куда мы возносимся. Это как бы некие просто метафоры, для того, чтобы обозначить, что Бог удерживается как нечто в сознании. А мышление в это нечто в сознании, которое всегда есть, независимо от мышления, оно всегда присутствует. Оно просто постоянно присутствует. Точно так же, как этот стул присутствует в моем восприятии постоянно. Я могу посылать мышление, могу его постигать, а могу перестать этого делать. Тем не менее, стул все равно остается стулом. Так же и Бог. Он в сознании остается. Он как присутствие там присутствует. Я могу туда посылать, я могу туда возноситься и пытаться его осмысливать. А могу не осмысливать его, а просто молиться. И он все равно остается Богом. Независимо от того, мыслю я его или не мыслю. Да, могу его чувствовать. Могу его чувствовать. Почему? Опять же, что интересно. Могу его чувствовать, правильно ты говоришь? Что и переживание может возноситься именно в то некое сознание, которое присутствует. И интуиция. И интуиция. Все. О, вот интересно тут еще, действительно важная закономерность. Дело в том, что Богу как мышлению противопоставляли Бога как переживанию. Ну, то было такое направление богословия. Ну, в частности, если брать немецкую классическую философию, то был такой якобий. Он говорил о том, что Бог постигает с ним мышление, потому что мышление всегда делает все конечным. Вспомним Канта. Мышление всегда постигает в понятиях. Каждое понятие существует только в контексте других понятий. Каждое понятие делает все конечным. Все, что схватывается с помощью понятий, все становится конечным. И всякое мышление, оно всегда является рассудочным мышлением. И рассудочное мышление все делает конечным. И поэтому никакое бесконечное суще, такое как Бог, ни в каком мышлении быть постигнуто не может. Отсюда делает вывод якобий, что постигать Бога можно только в непосредственном переживании. Только в переживании. Но против переживания выступил Гегель. Он сказал, что переживание нам не дает никакого содержания. Потому что переживание, оно просто есть и все. И все, что мы можем в переживании постигнуть, это только бытие. А никакого содержания нет, а нужно ведь содержание. И как раз Гегель пытался объединить представление Якоби с представлениями Канта и дальше двинуться. Он говорил о бесконечном понятии и прочее. Но в этот разговор уходить не будет. Просто я обрисовал, в чем разговор идет. Так вот, если Бога понимать, с одной стороны, как Бога данного в переживании, то есть как постигаемого в переживании, Бога как постигаемого в мышлении, то их невозможно совместить и доказать, что это один и тот же Бог. Каким образом? В переживании дано нечто одно, а именно переживаемое. В мышлении дано нечто другое, мыслимое. Как доказать, что это одно и то же? Как доказать, что субъект у них один и тот же? Не субъект переживания и мышления, а субъект, к которому мы возносимся, абсолютный субъект. Как доказать? Через сознание. Только через сознание, правильно? Но для этого изначально, значит, получается, Бог должен быть дан как сознание. И тогда к этому данному как сознанию может и переживание, и различные другие способности возноситься, как, конечно, к чему-то одному, что постоянно соприсутствует нам. Тут есть мое сознание, и в моем сознании есть некая высь, есть некое, пока я условно называю его, место Бога. Я объясню, почему имя место чуть позже. Мы к этому месту можем возноситься с помощью своих способностей, переживания, то есть переживать его, можем возносить с помощью мышления, мыслить его. Но, тем не менее, это место присутствует всегда, независимо от того, мыслим мы его или нет. Поскольку это место нам дано доступно, и способ этого доступа есть именно через наше сознание. Мы, как сознание, постигаем некое место, которое тоже является сознанием. Подобное, именно сознание постигает подобное. Теперь, почему Бог является местом? Я, как бы, в других докладах, на другом семинаре уже об этом говорил. Дело в том, что в человеческой существует, в структуре его сознания существует три вида отношений. Первое отношение – это отношение человека и вещи. Я, как сознание, отделен как-то от мира. Есть некий разрыв, зазор об этом Хадигер говорит и прочее. Я чувствую всегда, что я сам по себе, а мир сам по себе. То есть между нами устанавливаются отношения. Не просто так, что я в мир непосредственно вовлечен и все, и нет никакого различия. А нет, постоянно есть зазор между мной и миром. Так вот, этот зазор, это отношение между мной и миром, оно выстраивается трояким образом. Первым образом, как отношение меня и вещей. То есть это первый способ. А второе отношение – это отношение меня и человека. То есть я человек, меня, я субъект и другого субъекта. И третий способ – это когда я субъект, я личность и человек, и выстраивает свое отношение с абсолютным субъектом. Вот три существенных различных отношения. Если мы говорили об этом, если еще можно, в принципе, когда я говорю про вещи, то в нее включены также растения и животные. Но можно сделать более глубокую градацию. Можно сказать, что вот есть отношение меня и вещи, меня и растения, меня и животное, меня и другого человека, такого же, как я, меня и абсолютного субъекта. Да, вот есть некая такая иерархия моих взаимоотношений. Так вот, суть вопроса в чем состоит? Что у всех этих отношений одна и та же структура. На одной стороне я, а на другой стороне, вот как бы, вот то, что называем место. Некое место, которое входит, может войти вещи, вещи убрали, может войти животное, животное убрали, может войти другой человек, может войти абсолютный субъект. Иначе говоря, вот есть некая структура, которая может проявляться различным образом в различных ситуациях. Она именно структура, она всегда присутствует со мной. Вот, хочу этого, не хочу я всегда, либо соотношусь с чем-то, что передо мной, как с вещью, либо понимаю, что это не вещь, а животное, я как бы меняю свое отношение к ней, да, животное для меня все-таки другое. Или, а если человек еще более другое отношение возникает, возникает вообще, например, этика, да, не возникает этики между мной и камнем, но возникает этика между мной и другим человеком, да, то есть, как бы, совсем другое сложное отношение. И если туда входит абсолютный субъект, это еще более сложное отношение. Возникают целые религии и прочее, прочее. Но мы сейчас в это входить не будем. Так вот, Бог есть место в том смысле, на самом деле, что есть способ, во-первых, каким Он может в нас войти, и в втором смысле, каким мы можем в это место поместить Бога. То есть, когда мы говорим о том, что Бог есть место, я имею в виду, что, с одной стороны, Бог может вступить в отношения с нами, потому что Он тоже личность. Или я могу вступить с Ним в отношениях? Получается, у первобытного человека такое место было? У всех, всегда. А у животных такое место нет? Ну, мы не знаем. Мы не знаем просто, да. Ну, например, животное отличает. Ты понимаешь, просто... Животное отличает камень от другого животного. Слушай, ведь мы различаем человека и животного, в том числе, как бы, один из способов, это потому, что есть религия, да? Вот там это еще обезьяна, а это уже люди как. Потому что у них есть захоронение, там лежат предметы. Да нет, нет, я думаю, нет. Это несущественная характеристика. Ну, одно из. У животных точно не может быть религия. Я думаю, что для вопроса богословия пока, вопрос о том, как отличается животное от человека, это несущественное. Вот мысль твоя о месте для Бога в сознании. Место это есть для всего, что угодно. Понимаешь? А динамику интересную есть у этого места какая-то? Дело в том, что у этого места есть понятие неадекватности. Ты встречаешь человека, а общаешься с ним, как будто он вещь. Это называется рабством. То есть ты берешь его не как человека, да, равного тебе, а как и вещь. То есть ты как бы вот вроде место есть, и вроде человек пришел и обозначил, что он это человек. Но ты его взял в модусе вещи. И все. И относишься к нему как к вещи. Или животное, например, появилось. А ты не дал ему место животному. А ты дал ему модусе вещи опять. Или человек. Может, наоборот, машина войти. А ты взял его человечего, дал ему модус человека. Или более того, допустим, стоит стукан какой-то, камень. С глазами и прочего. Ты раз ему модус дал абсолютно. Ты раз ему дал, ему наделил модусом абсолютно и все. Понимаешь? Это Бог. Да, это как бы для тебя Бог. Вот они модусы эти есть. Структура работает так. Вот есть некая структура, она работает. Так эти модусы, они... Ну ладно, это несущественный факт. Нет, понимаешь, Валя, я все согласен, что можно здесь уточнять. И, наверное, надо этим тоже работать. Что значит модус вещи, что значит модус животного или там... Я же даже, например, вообще сказал, что модус вещи, человека и Абсолюта. Поскольку для богословия вот эти вот промежуточные модусы растений и животных, они пока не существенны. Существенным различием является модус вещи и человека. Поскольку животные и растения, они, конечно, важны, но это как бы второстепенный. Это переходные. Да, это переходные формы. Почему? Потому что животное не равно человеку. И, с другой стороны, вроде и не камень, да. Не вещь. Переходная какая-то формула. Конечно, она важна. И необходимо тоже этот вопрос выяснять и углубляться в него. Но это просто будет часто. Пока пренебрегем. Пока есть три отношения существенно разные, которые нам важны для богословия. Именно взаимоотношения с вещами, взаимоотношения с людьми и взаимоотношения с Абсолютом. Мы можем эти модусы использовать. Допустим, вошел в нас Бог. А мы воспринимаем, что это камень. То есть, Бог явился, условно говоря, в модусе сам явился. И мы можем нечто в модус пускать. То есть, мы нечто другому сообщаем этот модус. Либо нечто другое, например, Бог, он же тоже личность самостоятельная. Он может вступить с нами в отношения, и он может вступить в этот модус. Но мы должны его признать таковым. Вот, допустим, вступил с вами в отношения Бог. Но чтобы он стал Богом, вы должны признать, что это модус Бога, а не вещи. Понимаешь? Или там уже человека. Вот, например, мы здесь именно обсуждаем богословие. И пример будет такой, что, допустим, Христос – Бога-человек. Послушай, может быть такое сознание у человека, которое не допускает ничего более высшего, чем он сам. Тогда там нет модуса Бога. Потому что сознание этого человека не допускает ничего более высшего, чем человек. Ну, правильно. Атеист как бы так и действует, наверное. Нет, но атеисты многие допускают, что может быть что-то более... Не, ну, конечно, можно на этот... Правильно, атеист отрицает модус Абсолюта. Он не дает возможности модусу Абсолюта исполниться. Вот есть некий модус. Хочешь ты этого, не хочешь, модус-то есть. Место это может... В это место может вступить именно модус Абсолюта. А ты говоришь, что такого модуса нет. А если туда что-то вступает со стороны Бога в виде откровения, ты говоришь, что это модус не тот. Это модус камня, модус весящий, это человек, животного модуса. Но не модус Бога, никогда. Ты говоришь, что нет, но это модус Абсолюта. Не, 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 это модус одного, другого, третьего. Ты секунду, ведь... Ведь каждый человек... Каждый человек имеет право истолковать модусы по-разному. Вступает в модус с тобой человек в отношениях, а ты говоришь, нет, это камень. То есть это вещь. И ты можешь, конечно, видишь человека, тело, глаза и прочее, но относишься к нему как к вещи. Ну, рабство что такое? Это и есть отношение к человеку как к вещи. То есть ты взаимоотносишься с ним не как с равным, таким же, как ты человек, а как с неким второстепенным, ничем подчиненным. На самом деле, у модуса... Действительно, модус животного-то важен. Ты можешь относиться к человеку как к животному, а не просто как к вещи. То есть тут животное все-таки, получается, имеет свой статус. Потому что, действительно, когда ты человека уж как вещь берешь, так не бывает. Все-таки он ходит, говорит. Ты скорее к нему как к животному относишься. То есть говорящий, условно говоря, не человек, как бы, не такой же, как ты, а животное. Животное же не равно тебе. Ну, ладно, это как бы уже счастность, действительно. Так вот, вот это я хотел сказать про то, что я называю местом Бога. Но к этому месту, оно двояко, еще раз говорю, что в это место может спуститься сам абсолютно. То есть он может выступить в отношении к нам. То есть выступить, попытаться выступить в некое общение с нами. И это место мы можем сами пытаться возноситься к Богу. И для того, чтобы это место перед собой, чтобы выйти именно к Богу, в отношении к Богу. Чтобы этот модус был модус Божества. Ну, еще раз давай, как бы. Ты же чувствуешь. Смотри, почему богословие... Потом послушай, вот, допустим... Богословие, основанное на мышлении, делает Бога мышлением. Потому что мышление делает все мышлением. Я вот не согласен, что все христианское богословие построено на мышлении. Потому что там же у всех богословов есть и благодать, и ощущения, и молитва, и все там остальное. Нет, есть, Валя, надо... Они просто не затрагивают ни мышление, ни сознание. Не-не-не, вот ты, Валя, пойми, на самом деле. Есть некая конструкция изначальная. Все остальные подробности про благодать и про проще, это только подробности уже, которые есть некоторого рода разветвлений, детализаций изначальной конструкции. Есть некая жесткая конструкция мышлительная. Она не зависит от того, как... Что такое благодать? Это как раз твой модус вместо Бога. Ты пойми, на самом деле, что изначально, ведь прав Гегель. Вот, можно сколько угодно к Гегелю адресоваться, что он там абстрактный философ и прочее. Но он достиг некого предела мышления и сказал, что в пределах мышления есть некая логика. Вот эта логика, она не зависит от всех вот остальных второстепенных моментов. Она везде во всех этих моментах будет себя проявлять, потому что она главнее. Мышление, логика, логика не в смысле формальной логики, а логика в смысле вот, логика смысла, да, или как там, это, логика мира, да, вот некая. Она все равно будет везде проявляться, то, что это изначальная некая конструкция, на которой все остальные подробности будут нанизываться. Ну хорошо, ты сейчас переходишь к сознанию, там же все равно будет логика какая-то. Логика, она будет, но там отличается способ доступа к Богу от самой этой логики. Ты каждый раз будешь понимать, что ты некую логику строишь, но доступ к Богу другой, как к стулу. Вот ты можешь, я прям могу построить, допустим, теорию стула. Ну и почему эта логика не завершится тогда? Какая? Логика сознания. У сознания нет логики. Сознание... Я условно говорю, там у тебя будет логика мышления, логика сознания. Нет, смотри, нам очень важно, чтобы доступ к Богу отличался от способа, каким он постигается. Богословие, которое основано на мышлении, оно доступ к Богу и то, как он постигается, один и тот же способ. И именно из-за этого Бог делает смышление. Поскольку мышление все превращает в мышление, а иного доступа к Богу нет. И получается, что Бог выражается только в мышлении, в каких мысленных категориях, предикатах. Все становится смышлением. И чтобы к Богу прийти, приходится придумывать некое апофатическое богословие. И говорить, что да, что мышление это только доступ. Что значит сказать, что в апофатическом богословии, что Бог не есть ни то, ни другое, там не бытие, ни небытие, не материальные, не нематериальные и прочее. Что значит все эти отрицания? Это все отрицания говорят о том, на самом деле, что отрицается мышление. И говорится, что Бог не мышление. Но если Бог не мышление и высказывает это мышление, то все равно это высказывание остается мышлением. То есть, богословы понимают, что они хотят высказать. Они хотят сказать, что Бог отличается от доступа. Доступ через мышление. Через катафатическое богословие. Доступ. Но должен был бы Бог быть доступен как-то по-другому. И надо было отличить это катафатическое богословие, то есть постижение, я неправильно говорю, что катафатическое богословие – это постижение Бога. И надо было постижение Бога, то, что мы понимаем в Боге, то, как мы его схватываем в некие конструкции, надо было бы отличить от самого Бога. Бог сам должен был быть дан как-то независимо от самого доступа к Богу. Неправильно, не доступ, а от самого постижения Бога Еще раз говорю, доступ это способ удержания Способ подхода к объекту Так потому он и сказан, что он непознаваем Изначально логика непознаваемости Бога состоит в том Что человек конечное существо, а Бог бесконечное Но Бог же в откровении выступает Человек сам не может постигнуть Бога, исходя из своей воли Но Бог хочет выйти к человеку То есть движения здесь со стороны Бога, а не со стороны нас Мы-то не можем к Богу выйти, мы-то конечное Бог бесконечное Но Бог может к нам выйти в откровение Бог в откровении-то выходит, а у нас другого способа, как его схватить То есть как его постигнуть, есть только мышление И получается, что способ, каким мы схватываем, постигаем Бога И способ, каким он нам доступен, один и тот же И у нас все это спутывается Мы не можем понять, где на самом деле истинный доступ к Богу А где только наша конструкция его Понимаешь, мы не можем отличить конструкцию То есть то, что мы теорию создаем какую-то Всегда всякая теория является конечной теорией Почему? Потому что она создана в определенное время определенными людьми Которые имеют определенный только способ умения это делать Есть некая конструкция, как бы теория, с помощью которой мы схватываем нечто А есть некое сущее само по себе, которое мы хотим с помощью этой теории понять Но у нас доступ к сущности и теории это одно и то же У нас получается, что и теория, и доступ к этой сущности один и тот же И мы не можем их отличить Из-за этого получается вся проблема богословия мышления Оно не может найти доступ И оно тогда бросается к переживанию Ну а как она тогда соединить переживание с мышлением? Как? Как она мост-то проложит? Переживание одно А мышление другое Как доказать, что переживание ты переживаешь Бога А может быть там демона какого-нибудь А может быть там собственные какие-то там Через мышление никак А через сознание как? Словие бессознательное? Хорошо, ну допустим через сознание Бог дан через сознание И Бог изначально доступ к Богу Он лежит в сознании И сознание это, мы, Бог есть сознание естественным образом получается Потому что сознание как последний доступ к Богу Мы уже другого доступа предъявить не можем к Нему Тогда получается, что есть наши способности Способности мышления, переживания, восприятия и прочее И мы направляем эти способности на вот этот доступ Который отделен от всех этих способностей Он же отдельный, сознание Бог как данный в сознании, как некое само по себе Оно отделено от этих способностей Мы способности направляем Бога и получается, что мы всегда удерживаем Бога, который есть некое нечто в сознании, от Бога, каким способом мы его постигаем, например, в мышлении. У нас есть некая, вот сейчас мы обсуждаем, у нас есть некая конструкция мышления, того, каким мы постигаем Бога, а именно как Бога, как сознание. Но эта конструкция отличается от самого Бога, потому что восходить к Богу это одно, молиться Ему, быть в Боге, переживать Его и прочее. А постигать Его, пытаться понять Его в виде неких конструкций мыслей, это другое. И то, и другое важно, но тем не менее сам способ постижения Бога в мышлении отличается от способа Его данности, от способа Его, лучше говорить, не данности, а доступа. Потому что данность обычно говорят о восприятии. И то, что дано, как бы, Бог-то так не дан, как восприятие. Но я думаю, что и там, если даже люди понимали богословие как мышление, да, слышишь? Там это присутствует. Все равно там это все было. Конечно. Это было интуитивно. Да. Апофатическое богословие указывает на то, что отбрасывая мышление, что остается? Так остается на самом деле сознание. Они-то это понимают. Они понимают, что пределом апофатического богословия то, что они хотят назвать, оно и небытие, и небытие, и материальное, и нематериальное. Ну, там много прадикатов. И всемогущие, и невсемогущие, и прочее, и прочее, и прочее, все прадикаты отрицаются. Так что остается-то? Остается также чистое сознание. Просто они к этому выводу подходят, подходят, но подойти не могут. На самом деле, когда говорится, ведь откуда взялся это апофатическое богословие? Апофатическое богословие берется в произведении, впервые сообщается нам, в произведении Дионисия Айрипагита, которые на самом деле созвучны неоплатоникам. А в неоплатониках есть рассуждение об одном. Точно так же. То есть есть некое одно, и всякий раз, когда мы пытаемся одно взять, как объект мышления, мы сразу делаем не одно, а два. С одной стороны, мы мыслим нечто другое, сразу двоится. Всегда сразу, всякий раз, мы одно можем только постигать с помощью переживания. Мы его только пережить можем. А постигнуть мышление мы его не можем. Мышление всегда ниже, оно всегда двоит. Потому что мышление это всегда одно и другое. Это умозаключение, некий переход. И мы к этому, всегда одно остается само по себе. Мы только можем к нему восходить. И на самом деле, Плотин так и говорил, что к нему надо восходить. Но восходить можно двумя способами. с помощью сознания, а может с помощью переживаний. Но у Плотина вот этого различия сознания и мышления нет. И поэтому для него сознание, я подозреваю, что он сознание и каким-то образом отождествляет с переживанием. То есть просто такого вообще термина сознания нет, а есть различия между переживанием и мышлением. И как-то надо между ними было распределить способ восхождения к Богу. И он говорит, что к Богу мы восходим, естественно, переживания. Каким-то образом восходим, и все. А мы теперь говорим, что есть термин сознания, Он отличается от мышления, от переживания. Мы к Богу восходим, на самом деле. Переживание к Богу восходить тоже интересно. Если мы восходим к Богу переживания, то Бог преврат становится переживанием. Надо сидеть и минициировать. Нет, именно что вся... Поскольку Бог не дается через мышление, ну, вся, на самом деле, все богословие, так или иначе, христианское, да, и сихаазм и прочее, они, на самом деле, склоняются именно к тому, что Богу надо восходить некого рода переживания. Но, на самом деле, то, что они называют переживанием, есть не что иное, как сознание. Просто, вот, отделить сознание от переживания, это тоже непростая вещь. Например, у Гусерля, вот есть такой пилотс, у него сознание, это и есть переживание. Сознание и переживание у него друг друга не отделено. На самом деле, это тоже сложный процесс, его тоже надо отделить. То есть, на самом деле, есть три. Переживание, сознание и мышление, а не два. Нет, ну, сознание себя отключает как раз, переживание и мышление. Нет, дело в том, что сознание, оно в принципе вне времени. Конечно, то, что Бог есть в сознании, это говорит о том, что такое сознание. Сознание находится вне времени. Не вне времени, которое, как бы, вот, понятное дело, что сознание находится в теле, а тело находится там, в астрономическом пространстве времени, как бы, подчинено всем законам Вселенной, это понятно. Но и в каком-то отношении наше сознание, которое внутри нас, оно вне времени находится. А переживание, это и есть способ, каким существует время для нас, внутреннее время. Из-за того, что нечто одно именно сознание находится вне времени, а нечто другое относительно этого сознания движется, а другое – это переживание. Что называется под переживанием? Под переживанием это называется и внутренние чувства, какие-то страх, трепет, радость, эмоции какие-то бурные, настроение, некая внутренняя чувственность. Не ощущение внешнего, как и не зрение, а внутреннее чувственность. Дело в том, что мы и внешние ощущения тоже переживаем, но это просто способ, каким образом существует время для нас. Потому что время для нас существует внутренним образом. Сначала во внутреннем неком состоянии образуется то, что называется время. А время не образуется для того, чтобы образовалось время, представление о времени. Вот смотрите, образовалось не просто представление о движении. В движении как бы участвует время. А для того, чтобы образовалось представление о времени, как времени, необходимо на самом деле, чтобы нечто внутри нас для нас было, и нами ощущалось и понималось, как время. То есть время должно быть не чем-то внутренним. Для того, чтобы нечто чем-то было внутренним, что такое время? Нечто одно должно стоять, а нечто другое двигаться. И то, и другое, и то, что стоит, и то, что движется, должно быть нами. То есть мы должны внутри себя одновременно и стоять, и двигаться. И тогда то, что внутри нас одновременно с одной стороны стоит, с другой стороны двигается, будет время. Когда относительно того, что стоит, нечто движется, тогда мы будем чувствовать, что время. Каким образом переживание является врем 해외? Каким образом мы связываем с этим время? Время, конечно, нещее другое. Каким образом мы переживания связываем со временем? Тем способом, что сознание как бы стоит, и все, что относительно этого стоящего сознания двигается, является тем, что связано со временем. То есть, природным образом переживания в нас существуют некие процессы, которые движутся относительно стоящего сознания. И вот эта структура, с одной стороны, стоит сознание, оно вне времени находится, оно как бы вечное, внутри нас. А с другой стороны, движется переживание, указывает на то, что вот эта структура времени или внутреннее сознание времени устроена именно так. Из этого следует, что понятие о том, что Бог вечный, о том, что такое вечность, мы тоже знаем изнутри самих себя, потому что мы знаем, что такое сознание. Потому что сознание для нас это нечто, что существует вечно, оно как бы вне времени находится. Сознание вне времени находится, оно как бы стоит, а все остальное движется. И поэтому, когда мы переживанием приобщаемся к вечному, это ничего иное означает, что мы просто переживаем. Просто переживая, мы внимание направляем к этому переживанию. Ведь сознание и так стоит. Переживание, оно всегда, на самом деле, устроено по структуре, на самом деле, что мы переживаем нечто стоящее. Почему переживание связано с переживанием бытия? Ну, это фиксация переживания. Нет, всякое переживание, оно является как бы контрастным. То есть, нечто стоит, а именно сознание, а другое относительно него движется. Поскольку сознание стоит. Если мы нечто одно закрепим, вот, например, мы выбираем систему отчета. Если мы нечто одно закрепим, все остальное относительно него начнет двигаться. Если вообще между ними существует взаимное движение. У нас точно так же в теле есть нечто, что стоит, а именно то, что мы называем сознанием. А нечто другое, все относительно него, оно движется. И вот это все остальное, то, что относительно него движется, это и есть переживание. И оно многообразно, многообразно различное. Ну, последнее, я хотел просто опять вернуться, пока мы не будем дальше двигаться. Мы, правда, есть куда дальше двигаться, но мы двигаться не будем. И так, мы же много договорили. Теперь опять же выясним, вернемся к представлению о Боге как мышлении. Почему Бог входит в мир. Почему вообще нужно Боговое воплощение. Почему вообще он стремится духотворить мир. Потому что Бог в силу того, что сотворил мир, взял на себя ответственность за этот мир. Да, и он не может этот мир оставить. Потому что он должен с этим миром что-то делать. И, естественно, как бы в этом мире для него самое важное, ну и для людей это самое важное. Бог-то на самом деле о всем мире заботится. Но для людей, поскольку люди, прежде всего, о себе думают, да, важно, что Бог заботится о людях. И поэтому, как бы, возникает вот разговор о взаимоотношении Бога и людей. Ну, просто в силу того, что люди так воспринимают. Бог, конечно, заботится обо всем мире. О животных заботится, там, о птицах и прочих. Ну, естественным образом. Бог же сотворил мир, он его доход творил и во всем заботится. Наполнило... Бог тоже об этом говорит, что не заботитесь о завтрашнем мире. Да, да, и Христос об этом говорит, да. Потому что Бог так одевает, там, с Ильей. Да, 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 Бог тоже заботится о мире, да, что, там, и Ильи одевает, да, и птиц небесных там это кормит. И тоже. Да, да. Бог обо всем мире заботится. Но человек, для человека важно, прежде всего, что Бог заботится о человеке. Именно отсюда возникает вот отдельная проблема, связанная с тем, как взаимоотносятся Бог и человек. И возникает проблема Бога воплощения, связанная с тем, что Бог входит в человек. Да, то есть Бог становится Богом-человеком. Это та же самая тема, когда Бог входит в мир, да, то есть когда Бог создает мир и входит в несовершенный мир и входит в несовершенный мир, но только просто уже преломленная через призму того, что важно для человека. Для человека очень важна, прежде всего, его жизнь. И Бог входит не просто в мир, а входит как бы и в человека. Да, там, Бог становится человеком. То есть Бог... Разговор идет о Боге-человеке. Это, на самом деле, параллельный просто разговор о том, почему Бог вообще в мир входит. Так в чем проблема того, что Бог входит в мир, да, почему все-таки представление о богословии и мышлении, оно несколько... Мне как-то надо отдать должное, он странно позаботился о животных, они друг друга едят. Ну как позаботился? Я, кстати, предлагаю потом, может, не на камеру, обсудить. Это такой серьезный вопрос. Я как-то его продумывал, но забрал. Вот как тут вояк, помнишь, да? Вот. Ну здесь очень сложная вещь связана с тем, что такое жертвоприношение и прочее. Это надо отдельно создать. Это все замыкается. Мы пока не будем это создать. Послушай, это все решается как-то через причастие. Валя, это все понятно, это очень счастность. Я же сначала должен конструкцию всю осмотреть, это полностью исследовать, а потом уже в счастность выходить. Если мы будем только постоянно в счастности падать, мы никогда ничего не поймем. Это счастность. Есть с жертвоприношением определенного рода сложные вещи. Это ее надо осознать. Почему вообще они есть? Это очень важно. Ну да, с жертвоприношением. Но это частность, потому что если мы сейчас будем говорить о жертвоприношении, то мы потеряем нить богословия, в принципе. И впадем в некое, не знаю, религиоведение, наверное. А хотелось бы все-таки удержаться на уровне, пока. Потом, возможно, когда вся конструкция будет ясна, и она будет проработана от и до, и мы будем, условно говоря, понимать, на каком месте каждый раз мы находимся, можно будет уже и частными вопросами заняться. Пока сейчас это, на самом деле, нам недоступно. Ну, недоступно в смысле нашего движения. Конечно, можно обсуждать от любого момента любые вещи. И просто эффективно ли это там, с точки зрения общего движения. Так вот, что я хотел сказать. Так вот, из-за того, что Бог, понимаемый как мышление, входит в этот мир, и о нем заботится, получается, что Бог сообщается с чем-то несовершенным. Помнишь, я начинал с того, что Бог у Аристотеля сообщается только с совершенным, а именно с самим собой. Чтобы быть совершенным. Чтобы быть совершенным, надо сообщаться только с совершенным. И соотноситься только с совершенным. Бог, понимаемый как мышление, входит в несовершенный мир, и сообщается с чем-то несовершенным, и становится сам несовершенным. Вот это проблема. Почему он становится несовершенным? Ну, потому что он соотносится с несовершенным, он входит в несовершенное и занимается несовершенным. Ну, допустим, чтобы это объяснить, допустим, вот человек. Для того, чтобы человек был мастером, он должен сообщаться с вещами, достойными мастера. То есть он, допустим, создает нечто мастерское и соотносится с этим с мастерским. И потому он называется мастером. А теперь представьте, что такого мастера послали чистить унитазы. И постоянно говорят, что только ты должен чистить унитазы. Будет ли он мастером? Он будет соотноситься с несовершенным, то есть с чем-то таким. Ну, унитазы, может быть, не очень удачная тема. Допустим, делает, условно говоря, табуретки. Какие-нибудь обыкновенные, стандартные табуретки. Он, допустим, мастер-деревянщик, он, допустим, производит нечто выдающееся. И, допустим, в деле произведение, создает некие произведения искусства из дерева. А его сказали, а вот будешь на фабрике делать обыкновенные табуретки. Останется ли он мастером? Нет. Пока он будет делать табуретки, он будет обыкновенным табуреточником. Никаким не мастером, никаким не выдающимся творцом. Точно так же и Бог. Когда он начинает соотноситься с миром и возиться начинает с ним, он точно так же теряет свое совершенство. Теряет совершенство не в том смысле, что он перестает быть Богом, а в том смысле, что он соотносит себя с несовершенным. Да, да, ты правильно сказал. Он соотносит себя с несовершенным и тем самым унижается. Вообще, вот в этом Боговоплощении, когда мы доходим до человека, есть некое унижение. То есть, Бог всемогущий воплотился в мир, да еще и в человеку, в такое конечное существо, страстное, несовершенность. Это бесконечно унизиться. Для Бога это бесконечное унижение. Точно так же, как вот если брать пример с этим, с мастером. Мастер, который делает обыкновенные табуреты... Человеку вакомориться. А? Человеку вакомориться. Да, человеку вакомориться, там, левокошиться, там, не важно. Вокатиться. Вокатиться, да. Но вот это вот необходимое представление в богословии мышления, потому что иначе непонятно, каким образом Бог мог бы этот мир оправдать. Потому что ему нужно оправдать, что этот мир несовершенный. И он должен войти в несовершенное, чтобы показать, что это несовершенное на самом деле совершенное. То есть, каким образом Бог может наделить несовершенное совершенством? Сам в него войти. И сказать, поскольку я в нем, значит оно совершенное. Если я вошел в мир, да, если я вошел в человека, значит человеческое тело достойно того, чтобы в него Бог вошел. Понятное дело, что Бог унизился. Но одновременно, обратным способом, человек возвысился. Человек возвышен Богом теперь до уровня Бога, тем самым, чтобы Бог вошел в человека. Это, кстати, богословская тема, она постоянно обсуждается. Бог настолько возвысил человека до Бога, насколько он снизошел с позиции Бога на уровень человека. Одно движется сверху вниз, другое снизу вверх. Эти два движения, они как в начальших весах. Бог опускается для того, чтобы возвысить человека до Бога. Так вот, вопрос состоит, что это движение, оно нужно только в богословии. Ну, я пока не знаю, на самом деле. Может быть, и в богословии сознания нужно. Но в богословии мышление, оно понимается именно так. Чтобы одухотворить несовершенно и довести его до совершенства, можно единственным способом войти в этот мир и сделать его тем самым совершенным. То есть мир теперь одновременно несовершенный в силу своего творения и совершенный, потому что он достоин Бога. Человек одновременно несовершенный, потому что он создан Богом, потому что он конечный и прочее. И совершенный, потому что Бог не побрезгивал этим телом, этой плотью, да и вошел в нее. И через эту плоть как бы одухотворил все человечество и человека. И сказал, что человек это нечто как бы достойное Бога. Вот эта тема вот просто важна. Она важна. И в богословии мышления она является центральным. Почему? Вот мы сказали. Давайте еще раз сейчас повторим. Правильно. Если Бог есть сознание, человек есть сознание, то, собственно, никакого унижения не может. Нет унижения. Просто встретились двадцать лет. Да, именно так. Но пока это если говорить с позиции сознания. Давайте теперь еще раз с позиции мышления просто пройдем весь путь. Мы сейчас просто весь путь обозрели. И нам нужно, чтобы сделать вывод, пройти еще раз весь путь. Итак, Бог как мышление, мыслица, отделенный от мира. Как и мышление, отделено от восприятия, отделено от всего. Мы находясь в мышлении... Подожди, подожди. А почему не может быть Бога, отделенного от мира, как сознание? Потому что вне сознания ничего нет. Что значит? Сознание отделено от мира. Значит, мир вне сознания. Сознание конструктивно так устроено, уже так и в наше сознание, что вне сознания ничего нет. Ну, это стандартное высказывание о сознании. Вне мышления есть сознание, восприятие, много что. А вне сознания ничего нет. Все есть сознание. Вне сознания ничего нет. Ну, Валя, это чисто философская тема. Понятно, ты просто не о том говоришь. Мы говорим о богословии, а вне сознания ничего нет. Это тема философии. Если я сейчас и эту тему подниму, я тут буду просто бесконечно говорить. Это очень сложная фундаментальная тема. Отдельная вообще. Будем считать, что она известна. Можешь Гегеля поднять, любых философов. Вне сознания ничего нет. Все есть сознание. Это стандартное тело. Понятное дело, что вне сознания есть бессознательное. Это первый аспект. Вне сознания есть... Каким-то образом есть тело. Мы сознание потеряли, а тело как бы есть. Ну, просто для того, чтобы все это обсудить, это просто отдельная вещь. Ну, получается, что вне сознания ничего нет только для этого сознания. А, конечно. Но, поскольку сознание Бога абсолютно, то относительно абсолютного сознания вообще ничего нет. Вне сознания твоего ничего нет. Вне сознания моего ничего нет. Вне сознания Бога как абсолютного ничего нет. Если Бог отделился от мира как сознание, то мира нет, получается. Бог не может отделиться от мира. Не, но если допустить, что Он отделился как сознание от мира, то мира нет для Бога, что ли? Я что-то не понимаю, ты как-то мыслишь странно. Вне сознания ничего нет, это означает никакой мир вне сознания быть не может изначально. А не так, что Бог может отделиться куда-то. Куда там отделяться миру, если нет ничего, кроме сознания? Нет другого ничего. Отделяться-то некуда. Но нету места такого, ты понимаешь, место всегда тем способом, что можно... Ну вот, стул есть, у него нет сознания, тем не менее он есть. Если меня сейчас молотком погодят треснуть, я помру, у меня не будет этого стула, но для тебя там он останется. Еще раз объясняю, это если мы обсуждаем, во-первых, разговор о конечном сознании, а во-вторых, о том, что такое говорится даже для конечного сознания, что вне сознания ничего нет. Если мы обсуждаем предельное состояние сознания, а именно абсолютное сознание, то для абсолютного сознания нет ничего внешнего, нет никакого отдельного стула от сознания абсолютного. Все внутри этого сознания, нет ничего вне него. Ну просто, Валя, если сейчас мы за это застопоримся, просто... Ну ладно, говори. Нет, тебе это не понятно, что ли? Ладно, давай я потом тебе это отдельно объясню, будем считать, что это понятно. Это на самом деле понятно, но я тебе потом отдельно объясню. Так вот, поскольку теперь общее движение Бога, как мышление, оно просто выстраивается, как некий общий конструкт, который есть в любом богословии, и всякое любое другое богословие, оно всегда именно будет выстраиваться так, если оно пытается достигнуть неких предельных смыслов. То есть, продумывает все смыслы. Бог, как мышление, отделен от всего, это понимается тем способом, что сначала, во-первых, он должен быть абсолютным, да, и поэтому никакого ряда положенного мира с ним быть не может. Если с ним есть ряда положенный мир, то есть ситуация теологии Аристотеля, то тогда получается, что Бог замыкается на самого себя, поскольку он совершенный и общается только с совершенным, а мир отделен от него отдельно. Поскольку Бог этот мир не творил, он за него ответственность не несет, Бог существует как бы в неком блаженном состоянии, сам по себе, а мир сам по себе. Это первое состояние. Но поскольку в каком-то отношении внешним образом мы на этот мир, смотря, видим, что Бог и мир взаимосоотнесены, да, то есть Бог как бы рядоположен миру, поскольку получается, что этот мир, что этот Бог как бы является в каком-то отношении несовершенным, да, он точно так же, поскольку он рядоположен миру, то есть в относительном смысле не является несовершенным. Поэтому такое богословие, на самом деле, терпит ту неудачу, что рассуждает тем способом, что Бог изначально существует один, как Абсолют, и только в этом смысле, что Ему ничего нет рядоположного, Он является Абсолютом, тогда Бог мир творит. Почему Бог мир творит? Потому что мир есть, и мы знаем, что он есть, и поэтому получается, что мы должны обсуждать так, что если изначально был только Бог, а тем не менее мы сейчас видим мир, значит Бог этот мир сотворил. Мир ниоткуда не мог взяться, только мог Бог его сотворить, поскольку был только один Бог. И Бог является абсолютным творчеством, абсолютной мощью и прочим. Ну, Бог сотворил мир, но не мог этот Бог мир сотворить таким же, как Он Сам совершенно, Он мог его сотворить только менее совершенно. Почему? Потому что для того, чтобы Он был сотворен таким же совершенно, как Он Сам, Он должен был бы сотворить самого себя второго, но второго самого себя Он сотворить не может, поэтому Он сотворил нечто иное. Конечно, Он сотворил максимально возможное совершенство, но тем не менее, все равно по отношению к самому себе, то есть если брать абсолютный критерий, а именно самого Бога. Этот мир является чем-то несовершенным, имеет некий изъян. Но, имея некий изъян, этот мир не может быть Богом брошен. Бог не может теперь вернуться, замкнуться на самого себя, созерцать, а мир оставить без внимания. Почему? Потому что Бог Аристотеля не создавал этот мир. Он был рядоположенным им, и в принципе, за него ответственность не нес. Бог христианства, Бог создающий мир из ничего, поскольку он его создал, он теперь взял на него за этот мир полностью всю ответственность. Он не может его оставить. Теперь он должен с этим миром что-то делать, и он должен его довести. То есть, должен его одухотворить. И поэтому возникает второй этап. Этап вхождения Бога в мир. То есть, иначе говоря, Бог пытается искоренить этот недостаток тем способом, что сам хочет войти в мир, его одухотворить, и тем самым сделать мир совершенным. В каком отношении? Что в мире присутствует Дух Бога. Но поскольку разговор идет о человеке, и поскольку мы на самом деле богословие строим, как именно споднимаясь с человека, то нам важно понять этот разговор именно с вопросом о том, как Бог воплощается конкретно в человека. То есть, это один и тот же разговор. Воплощение Бога в мир и воплощение Бога в человека. Просто потому что мы понимаем Бога, исходя из неких своих человеческих конструкций, нам и нам важно, каким образом человек возвышается до Бога. Поэтому понятие вхождения Бога в мир понимается как вхождение Бога в человека. И вхождение Бога в человека, получается, он тем самым оправдывает человека. То есть, так же, как когда Бог входит в мир, он оправдывает мир. В основном делает мир совершенным. Что значит оправдать мир? Это значит сделать его совершенным. Это значит сказать, что я создал мир все-таки совершенно. Что он достоин того, чтобы в него вошел Бог. И точно так же человеческое тело, он оправдывает наше несовершенство, таким образом, что он входит в человеческое человека и доказывает, что и в человеке есть нечто совершенное, что и человек достоин Бога. Вот в этом все состоит движение богословия, богословие мышления. Пока мы не будем дальше двигаться, как это тоже же самое движение будет выглядеть в сознании. Сознание будет выглядеть по-другому, потому что в сознании вот этого очередности, вот этого движения от одного к другому нет, в сознании все сразу дано, и мир сразу есть в Боге. Мир сразу в Боге, человек сразу в Боге, и не возникает вот такого необходимости, чтобы Бог вот двигался от одного состояния к раннему, когда есть только абсолют, есть только Бог, и другого состояния к раннему, когда Бог воплощается в человека. Вот таких крайностей не будет, потому что изначально все есть сразу и одновременно, то есть как же, как в сознании, в сознании еще нет, и все в сознании есть сразу и одновременно. Не так последовательно, да, ну это получается как? У нас разворачивается это боговоплощение, и вообще это вот космогенез разворачивается как будто бы во времени, да, ну не говорят во времени, говорят некое логическое развитие, вот как у Гегеля, да, вот там, его абсолютная идея, она как-то логически развивается, она во времени развивается тоже, но тем не менее, как бы изначально она вот как-то логически развернута. Так же и здесь. Богословник рассказывает о логическом развитии, но почему-то оно понимается только в метафоре времени. Что сначала Бог был сам по себе, мира не было, потом Он начал сотворить мир. Почему Он его начал творить? Если Он совершенствовал, зачем Он начал делать нечто несовершенное? Ну, это не объясняется, потому что понятно же, что мир есть, значит, Он сотворил там. Потом Бог сотворивает несовершенное, но как-то с этим должен что-то делать. Он не может сотворить несовершенное, бросить его на произвол судьбы, а сам удалиться, как Бог Аристотель, он обязательно должен в него войти. И войдя в него, он должен какого-то результата добиться. То есть он должен добиться того, чтобы этот мир был оправдан, чтобы этот мир все-таки стал совершенным. Вот такой логики разворачивающейся, да, одного к другому, логики богословия сознания не требуется. Но мы об этой логике, я думаю, поговорим, наверное, уже в следующий раз. Продолжение следует...